Когда мы по утрам спешим на работу или по делам, то нет-нет, да и замечаем следы чьих-то прегрешений, сломанные скамейки, разбитые урны, оскорбительные каракули. Кто все это делает, спрашиваем мы себя. Обычные молодые люди, наверное, даже наши соседи. Вот подземный переход станции Тайнинская, недавно после ремонта, а вот здесь рисуют с особым наслаждением. Конечно, приходится озираться и торопиться, как бы никто не увидел, но охота пуще неволи. Оставить свой автограф и написать какую-нибудь гадость приносит им особое удовольствие. Даже телефон оставляют, хотя вряд ли свой. А это улица Каргина, дом 23. Пришли в гости к приятелю. Приятеля не оказалось, а что его ждать? Сорвать входную дверь и все дела. Замок, наверное, уже не раз терпел подобное. А эти баловни в ветреную погоду запускают фейерверк. Зажженная бумага летит в сторону домов на Новом Этичинском проспекте. Им весело, чем-то ведь надо себя занять. А тут перед нами целый детектив. Привокзальная площадь, самая активная пешеходная зона. Десятки тысяч пассажиров ежедневно минует этот пятачок и натыкаются на эту «ненавязчивую» торговлю. Торговля сладков у нас запрещена законом. И дело не в том, что целые торговые ряды создают неудобства спешащим горожанам. Главное, это торговля врасплох в расчете на вашу невнимательность и взвинченность. Можно впарить любую некондицию и брак. Вот так быстро товар выкладывается. Чего тут только нет. А вот так же он быстро сворачивается и уносится недалеко за угол. Тут постоянно ждут проверок, а штраф платить не хочется. Это такая игра. Повезет, не повезет. Товар быстро выкладывают и также быстро прячут. Игра в прятки на опережение. Кто не успел, тот сам виноват. Занятно это наблюдать каждый день. Да и актерам-продавцам пока тоже кажется нравится. Но только пока. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День».